Доброго дня, а точнее доброй ночи. Подходит к концу 2022 год. В преддверии праздника хочется говорить только о хорошем. А хорошего нам приготовили довольно-таки много, я даже теряюсь с чего начать. Ну, например, вот такая новость. Путин на время СВО освободил чиновников и военных от декларирования доходов и расходов. Отдельно отмечены супруги военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО и чиновники, командированные туда же. Согласно этому указу, освобождение от декларирования доходов и расходов вводится для противодействия коррупции. Во как! Я так и не смог понять, как спрятанные доходы могут помочь в борьбе с главной проблемой России, воровством и коррупцией. Я пролистал много статей всяких умных сограждан, еще объяснение этому решению, и, когда почти отчаялся что-то найти, вдруг наткнулся на еще одну не менее интересную новость. Оказывается, несколько дней назад Минобороны выступила за повышение предельных зарплат главам подведомственных предприятий. Сейчас их зарплата может превышать среднюю зарплату сотрудников в пять раз, а им хочется, чтобы в восемь. И не только главам, но и экзамам, главбухам и прочим подобным. И я подумал, может быть эти две новости как-то связаны, зарплата поднимается, доходы можно не декларировать, граждане спокойны. И это все происходит на фоне, как сказал вице-премьер Белоусов, слишком медленного восстановления роста реальной зарплаты россиян. А это он еще про падение рубля не вспомнил, про подорожание продуктов ЭТНП в течение 2022 года, про двойное повышение коммуналки, ведь если все это посчитать, то рост зарплат окажется, как всегда, отрицательным. А президент Путин, кстати, недавно сказал, что в наступающем году среди работающих не должно быть бедных. Работаешь, будешь жить хорошо. Не работаешь, будешь бедным. И так-то это все справедливо. А тут еще как раз, кстати, в Думу внесли законопроект о борьбе с нелегальной занятостью. Так что и выхода иного не будет, либо официально извлекай доходы и плати налоги, либо не жалуйся, что бедный. И тоже ведь уже не первый год хотят подтянуть всех этих бессовестных надомников, сантехников да парикмахеров. Придумали даже для них самозанятость, по принципу «спаршивые овцы хоть шерсти клок». Но не идут гады, платить не хотят, продолжают воровать у государства деньги, заработанные собственным горбом без участия государства. А власти хотят, чтобы, как у цивилизованных людей все было, заработал, поделись. Жаль только забыл президент указ издать, чтобы правительство обеспечило граждан рабочими местами. Ведь не забыл же дать наказ правительству, чтобы обеспечило оно в 2023 году повышение рождаемости. А я думаю, что если эти денежные мешки из правительства и Госдумы способны поднимать рождаемость в России, то уж рабочие места создать для них вообще легче легкого. Такие места, чтобы людям было выгодно туда идти. А то ведь у нас, если и есть работа, то с очень медленным ростом зарплат, как посетовал Галаусов. Хотя зарплаты растут, конечно, но не везде. Только у тех, в основном, кому сейчас президент разрешил доходы не публиковать. У них-то там про инфляцию не забывают. Доллар дорожает, а они привыкли нормально жить, а не как придется. И обеспечивать граждан работой правительство ведь напрямую не может, если только родственника пристроить куда-нибудь на теплое место. Только ведь бедных от этого меньше не станет. И они все равно будут подрабатывать. Поэтому наши власти пошли по самому простому пути. Если невозможно дать людям работу, значит нужно брать с них деньги за незаконную деятельность. И деньги идут в карманную казну, и делать почти ничего не надо, и замордованный народ потянется, есть такая надежда, в самозанятые. Ну, конечно, рейды какие-то, подставных клиентов организовывать это придется. Но и численность МВД увеличивается. Вот им заодно и фронт работ. Хотя, может быть, так и было. Пришел генерал с докладом. Холопы волнуются, что делать? Набирайте еще 100 тысяч полицаев. А деньги откуда? Так придумывайте закон какой-нибудь, чтобы обеспечивал. Это ведь с демографией можно просто вопрос решить. Подними материнский капитал до 3 миллионов, детей девать будет некуда. За такие бабки и бесплодные беременеть начнут, думаю, и до непорочных зачатий дойдет. А как открывать предприятие в то время, когда из-за сложившейся обстановки, многие наоборот закрываются. А Владимиру Владимировичу до этого и дела нет. Ему важно сказать, вкинуть в массы информацию, чтобы никто даже не подумал, что ему плевать на людей. Он-то правильные задачи ставит, а то, что они не выполняются, это уже бояре виноваты, воры и подонки. А Путин здесь ни при чем. И главное, что очень интересно, все свершения, изменения и расцвет теперь запланированы на 23-й год. А ведь еще совсем недавно все намечали на 30-й. Война спутала планы. Так что готовьтесь, в 2023 году будет всем преждевременное счастье, на 7 лет раньше намеченного. Президент ведь не только про работу и демографию говорил. Он еще кому-то там приказал развить компьютерные технологии, чтобы и игры выпускать, и программное обеспечение делать, автомобили, аналоговнетное оружие, космос, здравоохранение, ничего не забыл. Короче, почти все то же самое, что и каждый год, уже 22 года. Хотя справедливости ради нужно сказать, что не все обещания инновации президента, никчемная болтовня, есть и реальные сдвиги. Например, в образовании. Сейчас готовятся к выпуску новые учебники по новой истории. Это, как отметил президент Путин, вопрос общенационального значения. Мы, говорит, должны внимательно относиться к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных. Как объяснил какой-то там профессор, отвечающий за исторические материалы, новый учебник будет создан на основе трех старых. В него добавят только немного фактов о Великой Отечественной и много фактов про героев СВО. Мы уверен, Владимиру Владимировичу тоже в этом учебнике выделят немало места, где в деталях расскажут о том, как он спас Россию от хохляцко-фашистских захватчиков, как продолжает дело Петра Первого, чем заслуживает звание собирателя земель и защитника всех униженных и оскорбленных. Причем им же униженных и им же оскорбленных. Хотя об этом точно не скажут, как и о том, сколько за 22 года правления продано, подарено и потеряно. С 13-го года В.В. Путин мечтает переписать историю, да все, видимо, руки не доходили. И я представляю, как мучилось все эти годы его эго, каким неутоленным был его тщеславие. Теперь, наконец-то, с малых лет каждый ребенок будет знать, благодаря кому он появился и живет счастливо на этом свете. И история по Путину – это не единственное новообразование на теле образования. Со следующего года, скорее всего, в школах появится еще один предмет – военное дело. За это якобы проголосовало 80% россиян, согласно опросу в ЦИОМ. И поди проверь. Это будет не новый предмет, а забытый старый. Я, например, в школе обучался военному делу. Мальчишки разбирали на уроках автоматы и маршировали на площадке за школой. Девчонки в соседнем кабинете учились варить суп и пришивать пуговицы. И, кстати, мне эти уроки немного пригодились, ну, совсем немного. По крайней мере, в части, где я служил в армии, я ставил рекорды по разборке-сборке автомата на время. В общем, можно констатировать, что хоть и с опозданием, но за российскую молодежь все же возьмутся. Новая история, военные навыки. России будут нужны солдаты с правильно заправленными мозгами. А будут хорошо служить, им разрешат не публиковать декларации о доходах. И, кстати, о солдатах и доходах. Я же с них и начал, да ушел в сторону. 29 декабря президент подписал измененный федеральный закон о порядке оборота наркотических и психотропных веществ в воинских частях. Закон этот коснется только тех, кто участвует в военных действиях или вооруженных конфликтах. То есть частям, выполняющим боевые задания, теперь можно будет, согласно этому закону, хранить, перевозить, отпускать и использовать наркотические вещества без лицензии. Также в боевых подразделениях разрешено их уничтожать без документов. Но особо отмечено, употреблять наркоту можно только в медицинских целях, исключительно. Гуляй, Россия! Может быть, поэтому военнослужащим и чиновникам, находящимся в зоне СВО, разрешили не декларировать доходы. Скоро, наверное, в атаку будут бойцы у нас ходить. Товарищи, в Вену все попали? Ну, тогда вперед, за Россию! А сколько этой отравы пойдет налево? Процентов 70, как минимум. Сейчас бойцы жалуются, что в выданных аптечках нет промедола. Так я вам скажу, что его не было уже тогда, когда я служил. Его тогда уже весь продали да прокололи. Но теперь, я думаю, все наладится. К сожалению, возможно. Не для всех. Но для кого-то обязательно. Хотя я опять наверняка наговариваю, как всегда. Но поживем-увидим. Новый год покажет. А вдруг и правда, как начнут чиновники выполнять все заветы великого. Как попрет жизнь простого работяги в гору. И в 2024 году пойдут россияне на выборы и единогласно проголосуют за президента Путина. Чтобы мирное небо над головой. Чтобы еще как минимум 6 лет счастья и радости. Поздравляю всех подписчиков и зрителей с наступающим Новым годом или уже с наступившим. Потому что не знаю, успею ли опубликовать этот ролик 31-го. Но в любом случае, поздравляю, желаю богатырского здоровья, стабильно растущих доходов и смены власти. Все остальное приложится. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Вам отдельно низкий поклон и до встречи на канале.